Стальной характер. Именно так характеризовали Валентину Телегину коллеги по актерскому цеху. Эта женщина буквально создала себя сама. Она нашла свой сценический образ и на долгие годы стала иконой советского кино. Актриса не отличалась яркой внешностью, не исполняла главных ролей, однако ее работы неизменно вызывали интерес. Западные критики называли эту женщину живым воплощением русского духа. Родилась Валентина Телегина в 15-м году в Новочеркасске. Семья была простой, рабочей, однако смогла дать девочке хорошее образование. В школе Телегина увлеклась художественной самодеятельностью, а ее педагог очень скоро поняла, что получила настоящий бриллиант, который практически не требует шлифовки. Именно по настоянию своей первой учительницы Валентина после школы отправилась в Ленинград и сразу же была принята на второй курс Института сценических искусств. Телегина видела себя театральной актрисой, упорно и много работала над ролями в студенческом театре и не представляла, что однажды станет знаменитой благодаря кино. Тем не менее, в своем первом фильме под названием «Люблю ли я тебя» она снялась в тридцать четвертом году, будучи студенткой. Ну а в дальнейшем ей пришлось совмещать театр и кино, так как обе сферы деятельности ей безумно нравились. На театральных подмостках Валентина раскрылась как драматическая актриса с богатым внутренним миром, а кинематограф стал площадкой для создания характерных образов простых советских женщин. Впрочем, Валентине довелось перевоплощаться и во владелицу борделя и в сельскую бабку, торгующую самогоном. Женщина признавалась, что эти роли ей не нравятся и фильм Павел Корчагин, который принес ей огромную популярность, по этой причине не любила. Однако у зрителей на этот счет было свое мнение и при встрече многие задавали ей вопрос, откуда она так хорошо знает их соседку самогонщицу, которую так блестяще исполнила в кино. Война застала Валентину Телегину в отпуске, однако женщина успела добраться до Таллина, где с гастролями находилась часть артиста театра бал-флота. Вместе с ними она осталась в тылу, чтобы поддерживать концертами солдат, а позже настояла на возвращении в блокадный Ленинград. Ей чудом удалось избежать гибели, женщина покинула город одной из последних, уже после того, как практически все ее коллеги были переправлены в Алма-Ату. Но в эвакуации Валентина Телегина продолжала выходить на сцену и снялась в двух картинах, а после войны отказалась возвращаться в Ленинград, и ее вторым домом стала Москва. А основным местом работы киностудия имени Горького. Всего же Валентина Телегина сыграла более 100 ролей в фильмах и примерно столько же в театре. Она озвучивала мультфильмы и зарубежные картины. Исполнила роль одной из главных героинь в сказке о потерянном времени. Кстати, на определенном этапе работа для детской аудитории стала для Валентины очень важна, ведь в семье подрастала дочь Надежда. И пусть семьи как таковой не было, актриса так и не смогла найти того единственного, за которого согласилась бы выйти замуж. Несмотря на это, женщина пользовалась огромной популярностью у противоположного пола. Очень скоро Валентина поняла, что мужчин интересует не она сама как личность, а ее социальный статус, квартира в центре Москвы и деньги на сберкнижке. Тем не менее, от одного из своих любовников Телегина все же решила родить ребенка. Она воспитала дочь сама, хотя у девочки с матерью, обладающей железным характером, отношения складывались далеко не гладко. Незадолго до смерти Телегиной женщины помирились. Актриса много лет страдала сахарным диабетом, а с возрастом появились еще и серьезные проблемы с сердцем. После очередного приступа в октябре 79-го Валентина Телегина скончалась. Ее похоронили на Митинском кладбище в столице. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Валентину Телегину в кино.